Всем привет, меня зовут Ушел, и сегодня у меня на обзоре мышка HyperX Pulsefire Core. HyperX продолжает расширять свою линейку игровых мышек, не так давно вышла модель Pulsefire Core, и наконец-то она до меня добралась. За представленный образец спасибо Доку и его каналы обзора от Дока, ссылка на его канал будет в описании для тех, кто не знает этого товарища. Что ж, давайте взглянем, что нам на этот раз предлагают ребята из HyperX. HyperX Core это средне-маленькая симметричная мышь с немного смещенным назад горбом. Кстати, горб достаточно высокий, что при первом знакомстве меня немного удивило. Размер Core вполне сравним с Logitech G305, и разница сводится к тому, что в отличие от яйцеподобной мышки Logitech, у Core гораздо более прямые бока. А спереди идет не сужение корпуса, а наоборот, расширение. Скосы у боков едва заметные, тем не менее, хорошо помогают с поднятием мышки. В руке Core лежит как-то более уверенно, чем G305 отчасти, возможно, из-за того, что в месте хвата она гораздо шире. Кстати, о хватах. Учитывая смещенный назад горб, пальцевый хват может быть немного стеснен в движениях. А вот с когтем и ладонным хватом все отлично. Единственное, если у вас длинные пальцы, то расширение спереди может оказывать некие неудобства. Если посмотреть сверху, то держать мышку удобнее всего хватами 1.2.2 и 1.3.1. Для гибридного хвата, по-моему, кнопки слишком узкие. В общем, достаточно удобная мышка получилась у HyperX. Наверное, спорно можно назвать решение по высоте горба и по расширению мышки спереди. В остальном же отличная симметрия без всяких выкрутасов, непонятных наплывов, вырезов и прочей ерунды. Качество сборки у мышки хорошее, панели подогнаны хорошо, корпус монолитен, не хрустит и не скрипит. Бока толстые и не продавливаются, а дно ровное. В общем, мышка собрана хорошо. Двигаемся дальше. Покрытие Core в целом мне понравилось. Верх это матовый пластик, который очень похож по ощущениям на то, что Zoe применяет на ЕЦ и ФК серии черного цвета. А вот пока другие. Они выполнены из шершавого матового пластика, который по своему строению похож на бока у G305 или G102. А для того, чтобы пальцем было еще лучше, в боках есть вырезы, в которых у нас уже клянцевый пластик. В общем, этот симбиоз на удивление неплохо работает, и в руке мышь лежит уверенно и не пытается куда-то слинять. Пару слов о внешнем виде. Выглядит мышь достаточно скучно и особо ничем не выделяется. Назвать ее некрасивой тоже нельзя. Скорее подойдет слово нейтральная. Ну или никакая. В общем, вряд ли кто-то скажет «Вау», впервые увидев ее на рабочем столе. На спинке мышки светится логотип. Причем светится он здорово. Диод яркий, цвета насыщенные, а свечение равномерное. Основные кнопки Core не отделены от корпуса и имеют небольшие глубления под пальцы. Клик в итоге нормальный и нейтральный. Он не тугой, с хорошей отдачей. Конечно, он не такой яркий, как на мышках Logitech, но и невнятности дезадора тут нет. Хороший клик в общем. По быстродействию вопросов тоже нет. Задержка в пределах разумного. Боковые кнопки Core, несмотря на симметричный корпус, только слева. Сами кнопки выполнены из глянцевого пластика и расположены весьма удачно. Дифференцируются они, правда, между собой так себе, да и клик у них какой-то ленивый. Такое ощущение, что пружине свеча как-то тяжело возвращать кнопку в исходное положение. Нажимать кнопочки удобно как простым нажатием, так и слайдом большого пальца. Колесо прокрутки построено на основе 24-позиционного механического энкодера. Шаги не очень яркие, но в то же время неплохо ощущаются. Правда в игре я боюсь, что с таким колесом сделать быстрый и точный скролл на 2-3 щелчка будет проблемой. А вот для десктопа все здорово. Скроллить колесом приятно. Колесо, кстати, совсем не люфтит в корпусе, отчего скролл помимо того, что приятный, так еще и тихий. Протектор на колесе цепкий и удобный в использовании. А вот клик у колеса мне, если честно, не очень понравился. Нет-нет, с ним все нормально. Там стоит хороший свитч с приятным звуком, но сам свитч какой-то тугой, а ход у колеса какой-то короткий. Очень часто при попытке сделать клик, я куда-то случайно скроллился. Ладно, двигаемся дальше. За колесом прокрутки у нас расположены две кнопки смены DPI. Дотянуться до них не меняя хват, та еще задача, но в остальном они хорошие. Клик у кнопок приятный, в корпусе они не болтаются и со своей миссией справляются. Давайте лучше перевернем мышку вверх дном и посмотрим, что у нас там. А снизу можно найти две большие тефлоновые ножки. Площадь у ножек действительно большая, и на ощупь тефлон приятный, а края закруглены. Но вот глайд в итоге какой-то липкий. Все-таки такая площадь ножек это уже скорее минус, чем плюс. Ну и еще один минус это то, что нет колечка вокруг сенсора. На мягких коврах мышь будет елозить областью сенсора по поверхности, а это, согласитесь, не очень-то и здорово. Pulsefire Core, несмотря на достаточно монолитный корпус, весит не очень много. Но вот весовой баланс немного смещен назад, отчего поднимать мышку не было как-то неудобно. Но если к весовому балансу есть вопросы, то к кабелю я не буду придираться. Мне он понравился. Это конечно не паракорд, но в игре он мне не мешался и дискомфорта не вызывал. Оплетка приятная и неплохо скользит по коврикам. Гибкость средняя, а длина достаточная. Выход оснащен защитой от перегиба и приподнят над поверхностью. В общем вопросов не имею и двигаемся дальше. И кстати о движениях. Движение в Pulsefire Core отслеживает сенсор Pixar 3327. Насколько я смог понять, это немного улучшенная версия сенсора 3325, к которому, если честно, у меня особо вопросов и так не было. Тут вопросов тоже нет. Трекинг хороший, поведение стабильное, акселерация отсутствует. Задержек я тоже не обнаружил. Реальные значения DPI немного уплыли от заявленных величин, но отклонения стабильные и некритичные. Диапазон изменения DPI от 200 до 6200 DPI с шагом в 100. Частота опроса меняется в привычном диапазоне от 125 до 1000 Гц. Высота отрыва не регулируется, и на черном тканевом коврике мышь теряет трекинг на высоте чуть больше одного DVD. В качестве софта у Core используется унифицированный драйвер Ingenuity. Программное обеспечение я не могу назвать ни красивым, ни интуитивно понятным. Тем не менее, основные моменты в нем настроить можно. Софт работает, и в принципе привыкнуть к нему можно. И вот пора делать какие-то заключения. Знаете, а мне Core чертовски понравилось. Мышь компактная, удобная, с хорошим уровнем сборки, с приятными материалами, хорошим сенсором и в целом хорошими органами управления. Да, откровенно говоря, слабых мест у этой модели нет. Наверное, если и можно за что-то поругать, так это за излишне высокий и тяжелый корп, который стесняет пальцевый хват и вредит весовому балансу. Да и за непонятно зачем нужное расширение спереди, которое потенциально будет мешать людям в ладонном хвате. Ну и колесо я бы сделал с более яркими отсечками, но с более легким кликом. Но друзья, это все придирки и все это мелочи. Главное, что все остальное на уровне, на достаточно высоком уровне. Ну и цена у Plusfire Core вполне адекватная, учитывая, что это все-таки брендовая вещь. В общем, это первая мышка от HyperX, которая мне действительно понравилась во всем. Итак, если обзор вам понравился, ставьте лайки, делитесь видео в соцсетях и подписывайтесь на канал. С вами, как всегда, был я, Тушел. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok